В Донецке закошмарили весь средний и крупный бизнес, его весь растрепали в клочья, в прямом смысле этого слова. С 15-го года, с 21-го ноября, и моя семья доступа к предприятиям вообще никакого не имеют. Донецкий бизнесмен Виктор Христофоров, у которого так называемая «власть и ДНР» отжали его водочные заводы, дал интервью российскому телеканалу RTVI, в котором подробно рассказал, как Захарченко и его окружение грабили донецкий бизнес и отжимали чужое имущество. Христофоров молчал почти 10 лет, а теперь он заговорил и разом подтвердил все то, что мы все это время говорили о происходящем в Донецке, о том, что там бандитизм, беспредел и криминальная резервация. Сегодня у нас в гостях генеральный директор компании АМГ Алкоголь Менеджмент Групп Виктор Христофоров. Христофоров владел в Донецкой области целым рядом предприятий по производству алкогольной продукции. Его заводы располагались в Горловке, Макеевке и Донецке. При Украине все эти предприятия исправно работали, платили налоги, платили зарплаты, получали прибыль, создавали рабочие места. Но, видимо, Христофоров решил, что в Украине ему плохо, что, может, в Украине его сильно притесняют, или Донбасс сильно страдает. Поэтому в 2014 году он поддержал ДНР и отделение Донбасса от Украины. По его собственному признанию, он финансировал батальон «Восток» Александра Ходоковского. Ну, видимо, решил, что заниматься бизнесом в Народной Республике ему будет лучше. Я и мой отец, мы оказывали помощь батальону «Восток». Но с приходом русского мира что-то внезапно пошло не так. И боевики, которых сам же Христофоров и поддерживал, решили отжать себе весь самый прибыльный донецкий бизнес. Начать решили с рынков, производителей алкоголя и сигарет. В 2015 году, когда уже к власти пришли, скажем так, Захарченко и приближенные к нему люди, с заводом начались проблемы. Интересно, с чего это вдруг? Ничто же не предвещало. Всего лишь разрушили государство и превратили Донбасс в бандитский бантустан без законов и прав. Что же могло пойти не так? Больше кто всех был погружен в эту историю, скажем так, это начальник налогов. Это Тимофеев по кличке Ташкент. Кто такой Ташкент? Он же Александр Тимофеев. Думаю, напоминать не нужно. Но все-таки, если кто-то вдруг забыл, напомню, что при Захарченко это была его правая рука. То есть буквально ближайший соратник, второй по влиятельности человек в Донецке, разумеется, герой ДНР, который как раз занимался всеми финансовыми вопросами, собирал дань с бизнеса, занимался отжимами и курировал вот это все. После убийства Захарченко Ташкент сбежал в Россию и сейчас сидит там в тюрьме по обвинению в финансовых махинациях. Он и Метла придумали себе историю о том, что они хотят... Проясните для наших слушателей, кто такой Метла. Сейчас мы дойдем к этому моменту. Правда, Ташкент это начальник налоговой был, а Метла это был обычный директор на рынке. До этого он был в охране, как бы сначала на этом же рынке, потом его назначили туда директором. Но Метла имел все время отношение к бандитам. То есть бандитам каким? Это Гельзин и был такой в Донецке блатной косой Михаил Михайлович, Ляшко фамилия его. Метла был у него сначала в телохранителях, потом ему дали рынок, а потом он стал вообще от этой компании курировать весь бизнес в плане, собирать с людей дань. Какие замечательные люди пришли к власти в Донецке после 2014 года, да? От бизнесмена Христофорова мы узнаем, что помогал Ташкенту отжимать имущество донецких предпринимателей некто Виталий Метла. Метла – охранник рынка, выходец из криминальных кругов и бывший подручный известного донецкого криминального авторитета Михаила Ляшко, также известного как Мишаня Косой. Мишаню Косова, напомню, застрелили в 2015 году в оккупированном Крыму. Он сам был из Донецка, но вот после 2014 года жил в Крыму, а Виталий Метла стал депутатом Народного совета ДНР. И неким подобием местного олигарха, точнее такой себе пародии на олигарха, потому что он присвоил себе ряд предприятий. И не только присвоил, а еще и создал в Донецке футбольный клуб «Шахтер». Ну, такой, знаете, паленый шахтер, да, пародию на настоящий шахтер. И вот этот паленый шахтер участвует в чемпионате Молодой Республики. Видимо, Виталий Метла очень увлечен биографией Рената Ахметова и очень хочет быть на него похожим, идет по его стопам. В 2015 году Метла, Гельзин, Ляшко и Тимофеев, они положили глаз на весь крупный бизнес города Донецк. На весь крупный, это не только мой завод, коснулась ситуация. Это коснулась ситуация табачной фабрики «Хамадей», эта ситуация коснулась «Слава Лия» по производству майонеза и выпуску масла. Потом коснулась спиртзавода. То есть весь крупный бизнес, который платил налоги и приносил достаточно серьезную прибыль государству. А вы думали, все это было за идею? Реально за русский мир? Ну вот вам и ответ донецкого бизнесмена, ради чего все это ДНР на самом деле было нужно и кому и зачем это было нужно. То есть пока оболваненные дураки бегали там, воевали, погибали, реально верили в распятых мальчиков, верили, что они борются с каким-то фашизмом. Донецкий криминалитет в это время делил предприятия, делил жирные куски, отжимал бизнес у донецких бизнесменов. То есть, попросту говоря, грабил совершенно обыкновенных дончан. Они не отбирали ничего там у киевских хунтов или у каких-то националистов, потому что их и не было. Они отжимали все у обычных донецких бизнесменов, многие из которых даже поддерживали их же, этих же бандитов, этих же боевиков, поддерживали ДНР. Но, как видим на примере Христофорова, их это не спасло. В 2014 году на самом деле ситуация в Донецке была такая, как бы, достаточно напряженная. Много было батальонов, в том числе и Восток был батальон, получается, и Пятнашка. Но там их сколько, ну, то есть их очень было много. И каждый, грубо говоря, выбрал себе тот, в каком районе находился, и каждый помогал тем батальонам и тем, чем мог, как бы, оборудованием, машинами, финансами. То есть никто ни от кого никогда не прятался. Все заводы, которые были, все помогали. Ну, молодцы. Помогли так помогли. Надеюсь, теперь они счастливы. Победили Украину. В 2015 году лишился завода не одну, как бы, все пять заводов мы лишили, как бы, захватили они. Получается, все остальные предприятия чуть позже, ну, после моего. Сначала обкатали это все на ликероводочном заводе в 2015 году. В ноябре месяце, 21 ноября, подогнав туда танки, пулеметчиков, в прямом смысле, подогнали туда БТРы под предприятия. С 15-го года, с 21 ноября, я и моя семья, доступа к предприятиям вообще никакого не имеют. Россия отблагодарила за поддержку. Но не нужно расстраиваться. Зато теперь не надо учить украинский язык. Вы же ради этого затеяли это все. В 2015 году Метла, Гельзин, Захарченко и Прокопенко встречались в Ростове. Я точно это знаю. И у них была договоренность, что весь крупный бизнес, они просто его поделят. Так оно и произошло. Под лозунгами борьбы с фашизмом и защиты русскоязычного населения просто решили присвоить и поделить самый жирный донецкий бизнес. А в это время лживые пропагандисты рассказывали про восставший за идею народ Донбасса. Про шахтеров и трактористов, которые не смирились с притеснениями и стали защищать свои права. Ну и вот это все. На сегодняшний день предприятие не выплачивает зарплату. Минус 98 миллионов у предприятия убытков. Вот результат работы профессионалов. В итоге с отжатыми заводами произошло то, что и с большинством других отжатых предприятий. Их просто разграбили и угробили. Сейчас завод фактически банкрот, он толком не работает, зарплата не выплачивается. Короче, справились. И это при том, что это не то, что какое-то, знаете, суперсложное, высокотехнологичное производство. Ну, казалось бы, водочный завод, он всегда рентабелен. На его продукцию всегда будет спрос. Но крепкие хозяйственники умудрились угробить и это. Причем для бизнесмена Христофорова все могло окончиться даже хуже. Потому что, по его рассказам, его еще успели предупредить заранее, что у него все отберут. И предупредили, чтобы он бежал из Донецкой области. Поэтому он еще успел с семьей выехать в Россию. А если бы не успел, то, соответственно, все для него было бы еще печальнее. Когда вы поняли, что вам нужно покинуть Донецк? Когда вы приняли это решение? За неделю до событий, это, наверное, октябрь, может быть, за две даже недели, был такой разговор у меня с Ходоковским. Он говорит, что, Виктор, по заводу тучи сгущаются. Надо принимать решение. Я бы вообще на твоем месте выехал и вывез бы семью. Почему? Потому что будут проблемы. Вот этот момент мне особенно понравился. Полевой командир ДНР рассказал, что по заводу сгущаются тучи. Ну, знаете, с таким видом рассказал, как будто это не банда, в которой он же сам состоит, этот завод готовится отжать. А типа оно там само что-то происходит. Какие-то тучи там сгущаются непонятные. Мы, получается, 18 ноября я, моя семья и трое детей нас загрузили в бусы и вывезли на российскую границу. Выехали в 15-м году и до 2023 года я в Донецк не заезжал. В России это называется освободить от фашизма. Забрать бизнес у жителя Донецка, а его с семьей вынудить бежать из города. Кстати говоря, родители Христофорова тогда уезжать отказались, поэтому отыграться решили на них и отца закрыли на подвал. Началось кошмарение всей моей семьи. Они закрыли в тюрьму отца. Отец провел 4 месяца в СИЗО. Ему там нормально потрепали нервную систему. Отец в 1918 году и умер. То есть он буквально там прошло, наверное, полгода. Ну, они жестко как бы, то есть издевались как могли. Напомню, что отец Христофорова поддерживал ДНР и оказывал помощь батальону «Восток» Ходоковского. И вот что он получил за это в награду. Тюрьму и издевательства, которые свели его в могилу. При Украине он, вероятно, был бы жив до сих пор. С 1922 года мы писали бумаги в МВД, ФСБ, Генеральная прокуратура и Следственный комитет. Единственные, кто хоть что-то начали делать, это Следственный комитет. Все остальные службы вообще никаких не ответов, ничего. Ну и разумеется, уже после того, как Россия открыто зашла в Донецк и официально его аннексировала, никакие жалобы в российские правоохранительные органы так и не помогли. На них никто так и не отреагировал. А официальным собственником отжатых заводов, уже по российским законам, стал тот самый донецкий бандит Виталий Метла. И за 40 миллионов реализовали наш завод. И как вы думаете, кто стал собственником? Собственником стал Метла. Открыто рассказать о том, что ставленники России творили в Донецке, решился один только бизнесмен Христофоров. Но таких случаев, как у него, десятки, а то и сотни. Точно так же ограбили практически весь Донецкий средний и большой бизнес. Не мы одни пострадали. Вы же понимаете, что произошло. В Донецке закошмарили весь средний и крупный бизнес. Его весь растрепали в клочья, в прямом смысле этого слова. Не платятся ни налоги, ничего. То есть все предприятия, как у нас говорится, лежат на боку. Подчеркиваю, все это говорит не сторонник Украины. Этот человек не находится в Украине. Он сейчас живет в России. У него в России бизнес. Он в России находится давно. Он поддерживает Россию. И вот, что, по его словам, происходило на самом деле в Донецке. После того, как туда пришла Россия. Варье и жулье, которое там расплодилось за эти 10 лет, должно быть наказано. Людям их собственность должна вернуться в полном объеме. Варье и жулье расплодилось там не само. При украинской власти такого беспредела в Донецке не было. Он начался только с приходом России. Потому что Россия все это контролировала. Потому что у всех вот этих жуликов и воров в России были и остаются кураторы, с которыми они делятся. И именно благодаря этим кураторам, благодаря разрешениям из России, они могут творить весь этот беспредел. Это очевидно. Они бы никогда не могли делать это самостоятельно, без позволения сверху. И донецкие бизнесмены, такие как этот Виктор Христофоров в 2014 году, могли, ну, по крайней мере, постараться бы это все предотвратить. Если бы в 2014 году они открыто и активно поддержали Украину, помогали вооруженным силам Украины, помогали добровольческим батальонам, открыто выступили бы против ДНРовских банд, возможно, ничего бы этого с ними не случилось. Они бы остались жить в Украине, в правовом государстве и сохранили бы все свои активы. Но они тогда либо отмолчались, либо остались в стороне, либо вовсе открыто поддерживали боевиков, за что в итоге, как видим, сами и поплатились. Те, кого они поддерживали, их в итоге и ограбили. Ну и напоследок самое смешное. После выхода интервью Христофорова, отец покойного Александра Захарченко страшно обиделся и возмутился. Он записал обращение к Путину, в котором потребовал заткнуть Христофорову рот и наказать его за то, что он открыто рассказал о преступлениях банды Захарченко в Донецке. Владимир Владимирович, мы, родители первого главы Донецкой Народной Республики, обращаемся к вам за помощью и содействием. Буквально неделю назад на канале РТВА было опубликовано заявление некого Христофорова, который в унизительной форме лил грязь на честь нашего сына. Невзирая на то, что весь Донбасс уважает, уважал и ценит нашего сына, многие улицы названы в честь нашего сына. В Донецке есть памятники, есть мемориальные доски на стенах правительственных учреждений. И вот какой-то Христофоров льет грязь и подрывает авторитет нашего сына. Я хочу просить вас, чтобы вот такие инциденты были расследованы и вот такие люди, как Христофоров, были наказаны. Особенно про памятники мне понравилось. Говорит, столько памятников уже Захарченко поставили, поэтому теперь уже нельзя рассказывать о том, что он бандит и о том, что он на самом деле творил. Но только сколько ни старайся, эту правду все равно не скрыть. Они пытались это сделать, пытались все это замолчать в 2014 году, в 2015. И тогда мы в Украине рассказывали правду о том, что они в Донецке творят. И о том, чего эти все сторонники русского мира на самом деле стоят. Что они никакие не антифашисты, они банальные грабители. Их цель просто нажива. Теперь же наши слова, которые тогда рассказывали, что это все украинская пропаганда, мы все враги. Теперь наши слова подтверждают сами же донецкие бизнесмены, которые через все это прошли. Рассказывают со всеми подробностями. Вот только уже несколько поздно, потому что все, что у них отжали, им теперь все равно не вернут. Подписывайтесь на канал, друзья. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!